Добрый вечер, друзья, добрый вечер, любители фехтования. Русфенсинг ТВ возвращается после долгого перерыва, и у нас сабля. Первое соревнование в этом сезоне, которое мы транслируем. Этап Кубка Мира по фехтованию среди юниоров. Сегодня фехтуют и мужчины, и девушки. Первыми на дорожку выходят мальчики, благородно уступая девушкам. И встречается у нас в первом полуфинале Ника Шенгелия и Карл Ледеман. Уже два удара нанес спортсмен из Грузии. Что нужно рассказать? Конечно же, этап Кубка Мира — это очень престижное соревнование, на которое пытаются съехаться все спортсмены с нашей планеты. У кого-то получается, у кого-то нет. Но Кубок Черного Моря — соревнование молодое, растет. Вот, например, у мальчиков 75 спортсменов. Из десятки почти половина присутствует. У девушек чуть поменьше было участников. Ну, об этом позже у нас тут уже мы видим, что Карл Ледеман совершает камбэк. Сравнивает и выходит вперед, но Ника Шенгелия впоследствии тоже догоняет его. В другом полуфинале встретятся российские спортсмены. К сожалению, мы не увидим русского финала, российского, будет более правильно сказать. Очень многие спортсмены из нашей страны попали друг под друга. На предыдущих этапах у нас было почти 20 участников. Повезло больше всего Анатолию Костенко и Константину Лаканову. Но именно Ани будут бороться за право выйти в полуфинал. Ну, а в этом полуфинале явным фаворитом, наверное, является все-таки поляк. Потому что он находится на 13-й позиции в всемирном рейтинге среди юниоров. Ника Шенгелия занимает 66-ю позицию. Все в том же списке. Но Ника Шенгелия более неудобный соперник для сборной России. По статистике он фиктует лучше с нашими спортсменами, чем Карел Ледеман. Тем временем в 8-4 становится счет и на перерыв уходят спортсмены. Коротко расскажу в это время о правилах сабельного поединка. Бой длится до 15 ударов. Перерыв наступает после 8-го удара. Вот что мы сейчас и видим. Бить можно везде выше пояса. Удары ниже не считаются. И также имеет значение тактическая правота. То есть кто раньше вышел в атаку, кто взял защиту, кто взял руку на себя, все это решает судья. Время не засчитывается, не учитывается, будет более верно сказано. Так как все очень быстро, стремительно. Вот мы, наверное, даже не заметили, как половина первого поединка прошла. Ну и сейчас наставники, естественно, своим подопечным дают последние указания. Перед тем, как все вернутся на дорожку. 8-4 продолжается поединок. Владимир Мангер вперед. Через действенное оружие и в прыжке достает. Одной ногой остался на дорожке Шингеля. Не успел убежать от своего соперника. Вот сейчас мы видим два фонаря, и судья не решается давать удар кому-то одному. Также во время трансляции скажу, что у нас работает чат. Вы можете писать туда, задавать вопросы, если что-то непонятно, если хотите кому-то передать привет или еще что-то. Право на лево. Удар 10-5. Двукратно становится преимущество польского спортсмена. И кажется, что... Карел эту встречу доведет до конца, уверенно победив. Здесь немножко опоздал. Он попытался поймать спортсмена, просит видеоповтор. Но спорить здесь не с чем. Я практически уверен на 100%. Все правильно разобрал арбитр. В этом сезоне Карел Ладеман занял 25 место на турнире в Сосновце. Затем был 29-м в Пловдиве. Но один из лучших результатов за всю его карьеру. Это шестое место на чемпионате Европы юниорском. И на том же чемпионате он занял 4-е место в командных соревнованиях. Ника Шенгелия в этом сезоне дебютирует на международной арене. В прошлом сезоне он уже выступал. На международных соревнованиях занял 24-е место на чемпионате Европы. В 49-м был на взрослом в домашнем чемпионате. В 13-6 и справа налево. Предпоследний удар наносит Карел. Вышел. Вторую половину встречи с заряженным. Спокойно идет вперед. И удар за ударом продвигается к финалу. В 15-7. Польско-русский финал. Будет это уже совершенно точно. На дорожку выходят Анатолий Костенко и Константин Лоханов. Костенко представляет Новосибирскую область. Лоханов. Саратовскую область.